Ридиард Киплинг писал, остерегайтесь чрезмерной заботы о деньгах, положения в обществе или славы, известности. Однажды вы встретите человека, который не заботится об этих вещах, и тогда вы узнаете, насколько вы бедны. Ридиард Киплинг жил в Индии и наверняка встречал там именно таких людей, очень духовно развитых людей, склонных к философским размышлениям. И это и есть подлинное богатство, которое мы накапливаем, умножаем, и которым мы пользуемся всю нашу жизнь. А если мы не пользуемся этим, что происходит? Вот об этом писал Платон. Платон провозгласил худшим из всех ненависть к разуму. Прежде всего, примем меры предосторожности, говорит он Федоне, чтобы нас миновала одна неприятность. Как бы нам не стать мизологами, наподобие того, как бывают мизантропы. Нет большего несчастья, чем испытывать ненависть к рассуждениям. Наслаждение познанием – одно из наивысших наслаждений, доступных человеку. Это и есть одна из страстей. Это достижение ума. И вот умом мы можем и должны, в принципе, пользоваться всю нашу жизнь. И развивать наш интеллект всю жизнь. Делать это как раз и можно, и нужно с помощью рассуждений, размышлений. Но если вы попробуете начать с людьми рассуждать и размышлять, то вы столкнетесь с большой-большой проблемой. А именно с ненавистью к рассуждениям. Вот с этой самой проблемой, о которой пишет Платон. С мизологами, людьми, которые ненавидят рассуждения. И таких людей в нашем обществе очень-очень много. Какие же плоды мы пожинаем? Плоды самые печальные. Ну, во-первых, одно из важных аспектов психического здоровья – это глубокое общение. Мы все испытываем этот голод на общение. Именно это общение связано с рассуждениями, с размышлениями. Но поскольку этого нет, то эта потребность не удовлетворяется. И интеллектуальный голод приводит к проблемам с психическим здоровьем. Попробуйте заговорить с кем-нибудь. Вы сразу почувствуете напряжение. Никто, практически никто, не заинтересован в общении. Именно в интеллектуальном общении. Именно в рассуждениях и размышлениях. Но что дальше? Дальше происходит вот что. Это ненависть к рассуждениям. И Платон, на мой взгляд, впал несправедливо. Называет это самым худшим из всех. Уделов. Это ненависть к разуму. Ненависть к разуму. Худший из всех уделов. Приводит к тому, что люди не умнеют. И остаются глупыми. Глупые женщины, глупые матери. Воспитывают глупых детей. Глупость, она передается из поколения в поколение. Они не развиваются. Это чудо. Это чудо. Если у глупой матери умный ребенок. Это просто что-то невероятное. Но в основном матери такие и отцы тоже воспроизводят в детях самих себя. И вот наступает старость. Это мать, которая ненавидит разум, которая всю жизнь прожила своими негативными эмоциями. А вот, кстати говоря, отступление небольшое. В рассылке «Как стать сильным» я пишу про типы родителей. Про типы матерей. Которые калечат психику детей. И определяют их дальнейшую несчастную судьбу. И как это поменять, естественно, тоже. Я пишу. Так вот. Эти матери, которые ненавидят разум. Которые живут своими негативными, сильными негативными эмоциями. Всю жизнь. Которые любят или любили впадать в истерики. Переживать различные аффективные состояния. Которые не могли собой управлять. У которых было много вредных привычек. Потому что они и остались. И так далее. Которые всю свою жизнь пренебрегали интеллектуальным развитием своим. И жизнью разума. Они дожили до старости. Те, кто дожил, конечно. Или что? И представляют собой самое печальное зрелище. Глупых стариков. Глупой старой бабы. Глупого старого мужика. Зрелище это отвратительное. С одной стороны оно вызывает смех. А с другой стороны вызывает отвращение. Это абсолютно неразумные существа. Которые как вот присосы собирают со всех помоек негатив. И им питаются. Несчастные неразумные существа. Они не самореализуются. Они не раскрывают свой творческий потенциал. Они не стараются куда-то поехать. Что-то новое узнать. Они и весь смысл их существования состоит в том, чтобы искать негатив. И испытывать эти сильные негативные чувства. Даже несмотря на то, что у них проблемы со здоровьем. Они знают, что у них эти проблемы есть. И что им желательно избегать этих стрессов. Что желательно мыслить позитивно. И так далее. Нет. Они все равно так не делают. Они не живут разумно. И вот этот треугольник Карпмана. Который мы с вами знаем. Вот они постоянно. Эти неразумные старики. Находятся в этом треугольнике. Постоянно меняют роль. То они жертвы. То они преследователи. То они спасатели. Среди них много очень сутяг. Которые постоянно жалуются. Они постоянно недовольны. И они всем в тягость. Они для всех являются бременем. Потому что эти люди не хотят жить разумно. Не хотят быть счастливыми. Не хотят наслаждаться жизнью. Не хотят творить. Не хотят заниматься творчеством. Все, что они хотят. Это испытывать сильные негативные чувства. И вот это и есть та самая старость. Та самая старость, до которой не дай Бог дожить. Потому что они в молодости-то ненавидели разум. А теперь в старости. Они его и совсем лишены. Поэтому они для нас очень хорошее предупреждение. Что, друзья мои, не теряйте самую главную веру. Веру в разум. Занимайтесь, развивайтесь в себе склонности к философским размышлениям. Поставьте в качестве, в оголу угла искание духа и жизнь души. Размышления о смысле жизни, о природе бытия. Это не излишняя роскошь. Это, да, в нашем обществе, конечно, ушибленном практической деятельностью. Философские занятия, это очень редко встречаются вообще. Это просто эпизоды такие редчайшие. Но, на самом деле, они очень важны, эти философские занятия. И если не философствовать, не рассуждать, не размышлять, не жить жизнью разума, то противоположностью этой жизни будет жизнь несчастная, негативная, жизнь неинтересная и бесконечно страдаческая. Потому что от таких людей всем плохо, плохо. Им плохо от себя, и другим от них очень плохо. Вот, что мы видим. Так что, не дайте своему интеллекту деградировать, а постоянно учитесь. И, в принципе, вот такие образования, система образования, к сожалению, она себя дискредитировала в силу того, что она просто ее цель, подлинная истинная цель, это создавать невротиков и марионеток. Но, на самом деле, образование должно длиться всю жизнь. Всю жизнь. И для этого должны быть возможности у всех. И именно образование должно стоять на первом месте. Философские размышления, рассуждения. У нас люди не рассуждают. И это очень большая проблема. А отсюда, вот этот Simple Minds, примитивные умы, которые находят простые решения сложных проблем. Ну, понятно, что это не решения никакие, а это только усугубление проблем. Вот, что, с чем мы имеем дело. Поэтому, обязательно читайте книги, покупайте книги. И сами размышляйте. Это необходимо делать. Читая, размышляйте. Я понял, что я на правильном пути нахожусь. И как раз я понял, насколько это все важно и серьезно. И насколько размышления, рассуждения, они ценны. Ценны. Не просто, они ценны для человеческой души. Для того, чтобы жить в реальности. Это и есть наш путь к реальности. Это и есть наш путь к любви. Это вот размышления. Если мы не размышляем, мы будем ненавидеть. Мы будем негативщиками. Мы будем дураками, тупыми, скотами. И старыми дебилами. И вот, поэтому забота о себе связана именно с мыслями, с мышлением, с генерированием идей, со способностью думать. Думать. И думать о вещах сложных. Думать о бытии. И вообще, а думать, это значит управлять своими мыслями и эмоциями. Думать, это значит и приходить к спокойствию. И к гармонии. А дураки не думают, поэтому они теряют самообладание. Им и легко манипулировать. И они взрываются, как бочки пороховые. Только поднесешь фитилек, и все. Взрыв. Спичку. Поднесешь, и взрыв. Поэтому наше общество, оно взрывоопасно, а в силу своей неразумности. Давайте будем разумными существами. А мы не просто, мы же не рождаемся разумными. Это же иллюзия все. Homo sapiens. Нет. Разумными становятся. Становятся.